Добрый день, Юрия! Татьяна рада приветствовать вас на канале Татике Бугенвилле. Посмотрите, какой толстый ствол. Это лиана. В каких условиях и как она здесь растет. Здесь она очень хорошо себя превосходно чувствует. Все забетонировано под плиткой. С левой стороны здесь просто стена, то есть корни сами находятся под цементом, зацементированы. И она прекрасно себя здесь чувствует. Размером вот такая огромная, это 5, даже 6, наверное, метров. И она, как вы знаете, цветет очень долго, практически круглый год. У нее яркое, пышное цветение. Было вот буквально две недели назад. Она полностью вся в цвету. Стояло такое розовое облако, очень красивое, 5-метровое. И, конечно, так как это лиана, ей обязательно нужна опора. И посмотрите, какую опору здесь сделали такие толстые, металлические, сантиметров 5 в диаметре трубы, спаянные специально вот для этой лианы. И она, конечно, себя здесь очень вольготно чувствует, очень хорошо, несмотря на то, что сама корневая система полностью находится под цементом. Пойдемте поближе еще покажу. Сам ствол сантиметров 20 в диаметре. И, как видите, вот она обволакивает. Вот здесь зацепилась. Шикарная. Огромная. Вот такая вот, смотрите, что там наверху. Замечательное, я считаю, растение. Очень яркое, пышное. В данном случае здесь, здесь это лиана. Бугенвилия выполняет еще роль энергосбережения дома. Она затеняет, так как находится, вот здесь вот сейчас покажу, окна. И как раз таки сама, сама Бугенвилия рядом. Расстояние от дома примерно 3-4 метра. И она дает такую тень. Внутри находятся мелкие вот такие беленькие цветочки. Три цветочка. А вот это, это прицветковые листья. Они такого яркого розового. В данном случае цвета розовый. Также еще, как вы знаете, бывают других очень ярких, красивых цветов. Вот можете посмотреть, если вы выращиваете дома в Бугенвилле у себя, то брат или сестра вашего растения каких размеров может достичь в естественных условиях. Давайте попробуем с той стороны. Вот такая вот красавица огромная, красивая, розовая стоит и функцию выполняет свою и красоту, конечно же, придаёт. Буквально 2 недели назад она полностью в цвету стояла, в розовом. Сейчас уже листву, сейчас цветочки немножко опали. Вот поближе вам сейчас еще покажу, какие пышные. Она еще будет цвести весной. В Бугенвилле очень появляется яркое, пышное цветение. Достаточно долго она полностью стоит в цвету. Затем скидывает первую партию цветов. Тут около дома получается такой розовый ковер из цветочков. В середине лета она опять набирает цвет и опять стоит этим розовым облаком, огромным, полностью в цвету. Сейчас она опять где-то неделю назад скинула очередную партию цветов. И ждем следующего захода, так как я смотрю, что опять набирает цвет. Сейчас покажу, где. С той стороны, где больше света, она любит цвет, неприхотлива к почвам. Вот они уже появляются. Сейчас вот новые, смотрите. Вот это будет здесь. Опять уже цветение образуется. Уже новенькие. Маленькие, новенькие. Здесь вот были вот эти палочки, тычинки, которые вы можете здесь видеть. Здесь были цветочки, вот буквально еще неделю назад. Это новые. Вот это сейчас уже следующая партия. Следующий заход пойдет этой красоты. Маленькие, свеженькие. Растет очень быстро, пышно, красиво. С вами была Георгийская Татьяна. И до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok